Первое правило клуба не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба не упоминать нигде о бойцовском клубе. Сегодня мы нарушим правила Тайлера Дердена и попробуем выяснить, почему всеми любимый бойцовский клуб провалился в прокате. Начнем с самого начала. Сценарием фильму послужила одноименная книга Чака Паланика. В ее основу были положены личные впечатления Паланика. Как и его герой, он частенько посещал разные клубы по интересам, страдал от бессонницы и частенько дрался. Большим хитом, конечно, книга молодого писателя не стала, но тем не менее, интерес в Голливуде к ней проявили. Права на экранизацию приобрела студия 20 век Фокс за какие-то жалкие 10 тысяч долларов. Поначалу планировалось малобюджетное кино, однако продюсер Кевин Маккормик смог убедить совет директоров в том, что проект заслуживает большего. Когда главный вопрос вопрос денег был закрыт, приступили к подбору режиссера. Дэвид Финчер сам проявлял интерес к экранизации книги, но не особо жаждал сотрудничать со студией Фокс после первого продакшена фильма «Чужой 3», когда он, будучи режиссером-дебютантом, даже покинул проект из-за разногласий с продюсерами. Кандидатами на режиссерское кресло были Питер Джексон, Дэнни Бойл и Брайан Сингер, но первые двое оказались заняты другими проектами, а третий даже не удосужился прочитать книгу. Так что продюсеры уняли свою гордость и пошли на уступки Дэвиду Финчеру. С ним был заключен договор о невмешательстве в процесс съемки. Далее нужно было решить вопрос кастинга актерского состава. Главную роль рассказчика мог исполнить Мэтт Дэймон или Шон Пен. Однако Финчер настоял на том, чтобы роль исполнил именно Эдвард Нортон. Впоследствии Мэтт Дэймон и Эдвард Нортон подружатся и снимутся в весьма неплохом фильме Шулера 1998 года. Но это уже тема другого видео. Роль Тайлера Дэрдена изначально должен был исполнить Рассел Кроу, но когда проектом заинтересовался Брэд Питт, вопрос решился сам собой, потому что столь крупная звезда фильму была бы очень кстати. Да и к тому же Рассел Кроу на тот момент еще не был суперзвездой, коей он проснулся после премьеры фильма Гладиатор. В копилочку фильма также пошел тот факт, что Дэвид Финчер и Брэд Питт уже ранее сработались при создании фильма 7. Главная женская роль фильма досталась Хелене Картер. Помимо нее рассматривали Кортни Лав и Вайону Райтер. Сценарий фильма, как это и заведено в Голливуде, неоднократно перерабатывался. Только до начала съемок он был переписан 8 раз, что впрочем пошло ему на пользу. Чак Паланик, прочитав сценарий, нашел его даже более удачным в плане раскрытия сюжета и характеров, чем его собственная книга. Довольно редкий случай при экранизации, не правда ли? Съемки почти целиком проходили в Лос-Анджелесе, однако, чтобы подчеркнуть универсальность своей истории, авторы лишили главного героя имени и не стали называть конкретное место действия. Всего в фильме было около 200 точек съемки по всему городу и в пригородах, а кроме того на студии было сооружено еще 70 декораций. Через декорацию в фильме передавали внутреннее состояние героя. Например, дом Дердена своими облупленными стенами и дырами в потолке подчеркивает колоссальные нравственные страдания героя. При подготовке к роли Эдвард Нортон и Брэд Питт брали уроки не только бокса, тейквондо и универсальной борьбы, но и также мыловарение. А вы заметили, каким ароматным и душистым она у них получилась. По мере съемок Эдвард Нортон сбрасывал вес, чтобы к финальным сценам выглядеть более болезненным и худым. На пользу контрасту пошло еще то, что перед бойцовским клубом актер снимался в американской истории X, для которой набрал почти 14 килограммов мышечной массы. Брэд Питт в процессе съемок должен был наоборот набирать мускулы, как бы питаясь энергией своего двойника. В фильме сыграли два музыканта Джарард Лето и Митлоу. Джарард Лето сыграл блондинчика, которого отметелил рассказчик. А Митлоу сыграл роль ракового больного и все съемки носил 40-килограммовые накладки, создававшие видимость ожирения и большой груди. Чтобы визуально казаться еще больше, чем Нортон, Лоу ходил на 20-сантиметровых платформах. В антипотребительском по посылу бойцовском клубе есть множество символов общества потребления. Например, стаканчики Starbucks и курение в каждом кадре. Курение это вообще отдельная тема. В бойцовском клубе оно повсюду. И не только сами сигареты, но и таблички, не курить и пепельницы. Все это тоже символы. Но для Хелен Картер такое фанатичное создание атмосферы даром не прошло. В конце съемок я показала Финчу свой снимок легких, сказала она в одном из интервью. Мне нужно было пройти обследование, потому что после шести месяцев съемок, сюрприз-сюрприз, я заработала бронхит. Вообще ради фильма на алтарь были принесены огромные жертвы. Так почему по итогу он все же провалился? Во многом оглушительный провал спровоцировала ошибочная маркетинговая стратегия. Дело в том, что кинокомпания 20-й век Fox зациклилась на слове «Бойцовский» и стала продвигать киноленту преимущественно на мероприятиях, так или иначе связанных с единоборствами. Например, на бойцовских матчах. Хотя триллер по большей части психологический, а с боями связан лишь отчасти. Досадная ошибочка. Другую ложку дегтя перед выходом картины в прокат добавила влиятельная телеведущая. Ей удалось посмотреть бойцовский клуб раньше простых смертных, и она, мягко говоря, оказалась не в восторге. Вместо того, чтобы позволить другим зрителям самостоятельно сформировать свое мнение по поводу квартиры, эта мадам стала призывать их отказаться от похода в кино. А чтобы окончательно отбить у людей желание к просмотру фильма, она еще и рассказала его концовку. Показ бойцовского клуба на венецианском кинофестивале 99-го года прошел крайне неудачно. По словам Пита, он и Эдвард Нортон были чуть ли не единственными в зале, кто тогда получил удовлетворение от фильма, потому что они попросту накурились перед сеансом. Это был лучший показ в моей жизни. Это было в Венеции, а там на кинофестивале устраивают ночные сеансы. И по какой-то причине мы вдвоем решили, что выкурить косяк. Незадолго до начала отличная идея. Мы зашли в зал, уселись рядом с людьми, которые организуют весь фестиваль. Само собой на нас все смотрят, хлопают, мы садимся, все очень торжественно. И тут начинается фильм. Первая шутка, а в зале гробовая тишина. Еще одна шутка, снова тишина. И аудитория вообще никак не реагирует на кино. Никто его не понимает. И дело не в субтитрах. И чем дальше шло дело, тем веселее было нам с Эдвардом. Мы просто начали ржать. Пит и Нортон просидели до самого конца, продолжая смеяться и наблюдая, как некоторые начали выходить из зала. Кроме нас не смеялся никто. Мы сидели на галерке, как мудаки, и хихикали над собственными шутками. Наконец, дело доходит до момента, где героина Хелены Картер произносит фразу «Меня так не трахали с начальной школы». Я вижу, как фестивальщик, который у себя в кресле все полчаса до этого ежился, встает и уходит, не говоря ни слова. Он встал и ушел. А нам от этого стало еще смешнее. Брэд Питт и Эдвард Нортон отлично провели время. А вот студийным шишкам было не до смеха. На фильм было потрачено 63 миллиона долларов. А собрано в прокате лишь 100. Сейчас, я думаю, ни для кого не секрет, что чтобы окупиться, фильм должен в прокате собрать как минимум вдвое больше своего бюджета. Спустя годы зрители, конечно, смогли распробовать фильм и полюбить его всей душой. Засмотрели фильм до дыр, нашли все скрытые смыслы и все оставленные режиссером пасхалки. Лично я, с каждым просмотром этого фильма, нахожу для себя что-то новое. Может, еще раз пересмотреть?